Добрый день, наши зрители! Это очередное обращение к Сергею Валерьевичу Аксенову, потому что этот канал работает, мы делаем обращение, оно ставится на контроль, и мы сегодня хотим поговорить об очередной проблеме. Это вот этот наш проект «Князь Багратион», который стоит уже 30 лет почти в Капсельской бухте и не имеет никакого решения. Вот прошлый наш мэр тут заявлял на всю Россию о том, что Таврида Арт поможет этому проекту, что там совместно его будут развивать, но человек, как говорится, восса ныне там. Мы вчера изучили уже российские документы, и некоторые документы просто в шок повергают. Задолженность Судакской администрации перед Князем Багратионом, перед ООС «Парта», который вложила в инфраструктуру Судака, 8 миллиардов, почти 9 миллиардов, 8-800 рублей. Но тут, знаете, очень много проблем. Например, начнем с того, что землю сначала выделяли не вот то, что под Князем Багратионом, а 18 гектар земли. То есть это там уже Таврида залезла на землю, которую выкупал Алексеев, это руководитель, директор ООС «Парта». И там как-то хитро это было все сделано, что Солнечно-Долинский поселковый совет передал муниципалитет, хотя там уже были какие-то гарантийные письма. И в итоге на его землю, которая у него была в аренде, уже начала строиться арт Таврида. Короче, там ситуация запутанная-запутанная. Но объект стоит на кадастровой карте, у него есть проект под, сейчас скажу, социальный проект «Достояние нации», чтобы сделать там и музеи, и детские фестивали какие-то. И все-все-все, задолженность, еще раз повторюсь, почти 9 миллиардов. Это человек столько вложил, чтобы этот проект работал. И в итоге все равно какие-то вот палки в колесах. Я думаю, тут не просто надо этот вопрос, ну мы озвучим Сергею Валерьевичу, а он спускает на администрацию. И они нам в очередной раз что-то отписываются. Тут надо как-то организовать круглый стол и сесть участникам всех сторон, потому что у Владимира Владимировича Алексеев, он судакские суды решают одно. Он подает в Верховный суд ТРК, и там в 19-м году был судья Тимошенко ЕГЭ. И там снимают эти жалобы, которые на него здесь. Это такая очень долгая 30-летняя история с большими деньгами и никакого результата. Но хотелось бы еще раз отметить, что этот корабль имеет культурную ценность, историческую ценность. И он бы мог стать отличным арт-объектом, которых очень не хватает в судаке, потому что у нас крепость, аквапарк и почти ничего перечислить нельзя. Нам нужно создавать какие-то объекты. И этот объект мог бы хорошо вписаться. Поэтому хотелось бы и вам показать про сам этот корабль. Я его сейчас снял, покажу. И хотелось бы, чтобы вышестоящее руководство, которое тем более там куча гарантийных писем правительства Крыма, все-таки как-то довели это дело до конца. А то, когда мэр заявляет на всю Россию, что все положено, а ты встречаешься с этим человеком, а он чуть ли не со слезами на глазах рассказывает, что конца проблемы никак нет. Спасибо за внимание. Наш общественный эксперт расскажет свое мнение тоже об этом. Вы знаете, мы были на этом объекте два года назад. Подговорился с Алексеем Владимировичем где-то на пару лет всего моложе меня. Я удивляюсь его стойкостью мужеству, понимаете, насколько умный человек так глубоко за эту историю, понимаете. Конечно, на этом объекте нужно не противодействовать его созданию. Ведь 30 лет, вот представьте, 30 лет назад человек сам организовал, да, на речной теплоход, притащил, понимаете, на буксире, понимаете, до Федосии. В Федосии сняли уникальные дизели, да, вот, притащили сюда, поставил на платформу. Это какое-то упорство, знаете, желание все это сделать, я это не представляю. Этому человеку, прежде всего, надо памятник поставить, понимаете. И для того, чтобы его помогать, понимаете, идет вполне нормальный процесс. Ну, как этот человек, спарта, там, 38 гектаров земли, как это можно. Ну, конечно, такие специалисты, как у нас, понимаете, Серов и его друзья, понимаете, по этим вопросам. И сегодня продолжается, потихоньку оттяпают там, там, потяпали кусочки земли. Таврида залезла на его землю, перекрыла его дорогу, понимаете. Мы сейчас, пробираясь к нему, к объекту, с ребятами, с семьей, что хотела посмотреть. Там мы видели, как бы, дети, понимаете, им под 10, там, 8 лет, с каким вниманием они слушали это дело. Они же век никогда бы это не знали, что это историческая личность, это герои царской России, которые защищали нашу страну, создали благополучие, понимаете. Это те же люди, которые отставили интерес России. А что мы сегодня? А мы этого человека гнобим. Ну, он заявил Степиков, да, там, в 19-м году, что это он поддерживает. Ну, и что, кроме этого заявления, приличная газета российская, а дальше ничего не пошло. Пришел Степиков, пришел под Севалов, да. Он тоже никакого интереса не проявляет, оно никому не нужно. Но это же легендарный теплоход, он говорит, притягательный быть. Он никак бы Тавриде не мешал, понимаете. И я не понимаю, Першина, почему им не найти общий язык, чтобы он украшал наш город, курортный, понимаете. Стал туристическим объектом. Это я тоже, как Александр Александрович, обращаюсь. Сергей Валерьевич, ваша новая форма общения, ну, может быть, не совсем совершенная, да. Не знаю, как отписываться по вашим поручениям, да. Но, пожалуйста, проведите, понимаете, расширенное на месте, на месте совещания. А пускай будет дискуссия, понимаете. Одной стороны, с другой стороны. А мы присутствовать будем смотреть, а кто же мешает этому проекту. Кто друг, кто враг нашей истории и нашей России. Мы сейчас вам покажем еще сам Багратион, как он выглядит внутри, как мы его смотрели. А в конце я поставлю кучу документов, которые мы отфотографировали. Вдруг, кому интересно, вы там ставьте паузу, поизучайте. Просто эти цифры, печати, подписи. Приятного просмотра. В 11-м году царь и батюшки доложили, исполняется 100-летие со дня Бородинской битвы. В 1912-м. Значит, он сказал, надо просоверить героев. Просоверить героев, ну, конечно, если поставить памятник, не каждый может добаться. В 21-м году Центральная битва российского. Когда идет теплоход и название, например, первый вышел. Бородино, первый судно. Еще могу так примечать объяснить. То есть, это первая берега внутреннее изгорода. Извлекленная дизельная. Ну, вы знаете, что дизельная берега, это фамилия дизель. Нобелевская премия — это бакинская нефть, которая скачала вон там нефть, и эти два все не пели русское. И царю, чтобы так приятно было, он выкупил у Дизела патент этого велики, с удовольствием, 500-7. И когда было празднование, стоящий Аркадий Столыпин, царь-батюшка Николай II, он представил царю вот этот патент на развитие России. Царь, посмотрев, отдает Аркадий Столыпин. Аркадий, надо организовать компанию «Русский Дизель». И вот «Коломбийский завод», если вы знаете, вот так началось первое движение — это судно. То есть судно крепали, делали, и параллельно делали двигатели. То есть на вот этой серии суда поставили длительный метод. А были параллельны? Ну, он так видит отводы, это все видно, что было колесо, которое гоняло вот это. Потом, вручили вот этот момент, а вышли. Первое испытание было — это судно «Бородино». Значит, с параллель, в сторону Астрахани, 324 километра. То есть хороший показатель показал, вот видите внутреннее сгорание. Две машины здесь были постоянно брали. Это тысяча усилий, тысяча лошадей усилий. То есть ни закопченности, ни это, то есть все признали, что надо его усилий пускать. И тогда пошел. Значит, первый вышел Бородино, второй — 1812 год, второй. Третий вышел — это фельдмаршал Кутузов, четвертый, на котором мы стоим сейчас, это Петр Иванович Говоротер, значит, пятый — это Сергеевич Алексеевич. Это те, вот эти пять судов, которые вышли на 1012 года, столетие Бородинской битвы. Вот это пять. Петр Иванович Говоротер. Петр Иванович Говоротер. Петр Иванович Говоротер. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Друзья, мы собрались на этом корабле, который освещал царь Николая Второй. Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok